Доброй ночи! События дня на БТБ в студии Оксана Гуцайт. 15 минут назад в Брюсселе начались трехсторонние переговоры по газу. В ходе этой встречи стороны рассчитывают подписать документы. Согласно с ними, Россия обязуется поставлять Украине газ в течение всего отопительного периода. Отмечу, что переговорный процесс длится уже несколько месяцев. Подробности в сюжете Виталия Литвина. Позиция Украины. Общее количество газа мы можем оплачивать по цене 268 долларов. Газпром может трактовать это по-своему, но наша позиция, что уже поставленный в Украину газ, будет оплачиваться по цене 268 долларов. Украина настаивает на формульном определении цены на газ с учетом цены на нефть. По расчетам украинского правительства, стоимость российского ресурса до конца года должна составлять не более 378 долларов, а в первом квартале 2015-го – 365 долларов за тысячу кубометров. Объемы поставок газа Украина определит сама. Согласно предварительным договоренностям, Украина должна оплатить часть долга до конца октября, оставшуюся часть – до конца года. Это было предложение Европейской комиссии, сделанное еще месяц назад. То есть сумма долга 3,1 миллиарда долларов – это и есть цена 268 с хвостиком оплаты за газ, который был потреблен Украиной в четвертом квартале прошлого года и во втором квартале текущего года. Во время закончившихся накануне поздно ночью переговоров стороны так и не смогли достичь консенсуса. Отложенная на утро пресс-конференция позже была отменена, а российская делегация покинула бельгийскую столицу. С оговоркой – как только Евросоюз и Украина смогут договориться о решении финансового вопроса, представители «Газпрома» тотчас же прилетят для участия в решении кризиса. Финансовая проблема – одна из самых сложных, это безусловно. И прекрасно российская сторона знает, какая ситуация экономическая в стране, и Украина потеряла от этого военного конфликта, эннексии территорий десятки миллиардов долларов. Почему-то об этом никто не говорит. И естественно, что страна находится в чрезвычайно сложном финансовом состоянии. Тем не менее, украинская сторона нашла средства для оплаты текущих поставок газа в ноябре-декабре в объеме 4 миллиарда кубометров. Вместе с Еврокомиссией страна в течение недели прорабатывала вопрос с Национальным банком Украины, с международными финансовыми организациями МВФ ЕБРР. Россия уже подтвердила намерение поставлять газ, как только будет подписан договор. Вероятность того, что стороны сегодня окончательно подпишут так называемый «временный зимний пакет» очень высока. Об этом в своем фейсбуке сообщил руководитель «Нафтогаза» Андрей Коболев. По его словам, все детали будут обнародованы после подписания документа. Виталий Литвин, Олег Павлюченко, БТБ. Евросоюз выделил 647 миллионов евро на уменьшение газовой зависимости от России. Основная часть помощи поступит в страны Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы. Финансовая поддержка этих стран направлена на повышение энергобезопасности Европы. Об этом сообщили в Еврокомиссии. Подчеркнули, что финансовые ресурсы также будут направлены на завершение формирования единого европейского энергорынка. Центральная избирательная комиссия осталась обработать менее 0,4% протоколов. По результатам подсчетов, как и прежде, лидируют Народный фронт и блок Петра Порошенко. С 10-процентным отрывом следует объединение «Самопомощь», затем оппозиционный блок, радикальная партия «Олега Ляшко» и «Батькивщина». Остальные полицилы на этот час не преодолевают 5-процентный барьер. При создании коалиции в Верховной Раде важно, чтобы не повторилась история 2006 года. От этого предостерегают политологи. Говорят, тогда было два коалиционных соглашения, что внесло раздор в парламент. Политические эксперты утверждают, что проект соглашения должна предлагать та партия, которая в новый парламент приведет наибольшее количество депутатов. Учитывая, что в Украине смешанная избирательная система, большинство кандидатов пройдут от блока Петра Порошенко. По предварительным подсчетам, их будет 132. Соответственно, коалицию нужно строить на базе предложения этой партии. Страна находится фактически в состоянии войны и оккупации на значительной части территории. И в таких условиях начинать коалициаду не просто безответственно. Это преступление перед демократией, перед украинским народом, перед украинским государством. Если, не дай бог, наши политики пойдут этим путем, эта дорога приведет их ровно туда, куда привела их предшественников. Выборы в Украине прошли честно и прозрачно. Об этом заявил глава наблюдательной миссии от Европейской сети Организации по наблюдению за выборами Сержан Павличич. Представители миссии следили за ходом голосования на большинстве избирательных участков страны. По словам Павличича, на отдельных участках имели место технические огрехи членов комиссии. Также было зафиксировано незначительное количество нарушений процедуры голосования. При этом единичные случаи не могут повлиять на итоговые результаты голосования, подчеркнул глава миссии. Выборы прошли прозрачно. Практически не было зафиксировано нарушений избирательного законодательства по всей стране. Сейчас мы ожидаем объявления итоговых результатов и надеемся, что нарушений не будет и впредь до официального объявления итогов выборов. За сутки в зоне АТО погибло 7 военнослужащих, еще 11 раненых. Об этом заявил спикер СНБ Андрей Лысенко. Ситуация на востоке Украины характеризуется ростом активности разведывательно-диверсионных групп противника, а также увеличением интенсивности и количества обстрелов. Так, изграда в артиллерии, танков и минометах террористы обстреляли позиции сил АТО в северо-западных окрестностях Донецка и местный аэропорт, который по-прежнему остается под контролем наших бойцов. Кроме этого, боевики неоднократно обстреливали места дислокации украинских военных. В Донецкой области террористы обстреляли позиции сил АТО около населенных пунктов Славное, Майорское, Горловка, Депальцево, Березовое, Малорловка, Санжаровка. В Луганской области, неподалеку от населенных пунктов Крымское, Сокольники, Чернухино, Золотое, Миус, Опасное, Счастье. НАТО потребует объяснения от России. Об этом заявил министр обороны Польши Томаш Симоняк. Альянс возмущен сверхактивностью российских военных самолетов в небе над Европой. В частности, они были замечены над Балтийским, Северным и Черным морями, а также Атлантическим океаном. В ответ на это в небо были подняты истребители стран НАТО. Похитителям украинской летчицы объявлено подозрение в захвате заложника и похищении старшего лейтенанта вооруженных сил Украины Надежды Савченко. По сообщению пресс-службы прокуратуры Киева, под подозрением боевик террористической ЛНР Игорь Плотницкий и его сообщник гражданин России Александр Попов. В ходе досудебного расследования, заявляет прокуратура, установлено, что 17 июня Плотницкий вместе с Поповым и другими боевиками напали на военнослужащих батальона терророна «Айдар». В ходе противостояния террористам они захватили в плен офицера Надежду Савченко. Преступники вывезли ее в Луганск и держали в здании областного военного комиссариата. А поздно вечером, 23 июня, в сопровождении вооруженных боевиков в грузовике «Газель» Савченко вывезли из Украины. Как сообщалось ранее, украинская летчица опознала в главаре так называемого ЛНР своего похитителя, увидев его по телевидению. Об этом написал в Твиттер ее адвокат Николай Полозов. В России Надежду Савченко обвинили в причастности к убийству двух российских журналистов, а затем еще и в незаконном пересечении границы Российской Федерации. Соединенные Штаты Америки обеспокоены возбуждением нового уголовного дела против украинской летчицы. Об этом сообщила спикер Госдепартамента США Джен Псаки. По ее словам, обвинения в незаконном пересечении российской границы противоречат здравому смыслу. Псаки отметила, что боевики похитили Савченко и против ее воли тайно перевезли в Россию. Решение российского суда оставить украинскую летчицу под стражей представитель Газдепа назвала нарушением Минских соглашений. США призвали Россию немедленно освободить украинку. Киев направил официальный протест Международной Федерации Футбола в связи с промороликом к Чемпионату мира 2018 года, где карта России включает Крым. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на своей странице в соцсети. Он заявил, цитирую, извинения ФИФА это хорошо, но официальный протест мы сегодня оперативно прислали для профилактики. Напомню ранее, Международная Федерация Футбола опубликовала официальный видеоролик Чемпионата мира по футболу 2018 года, в котором Крым изображен как часть России. Ролик вызвал возмущение в украинской футбольной общественности. В пресс-службе ФИФА нашему телеканалу сообщили, что видео заказали в одном из креативных агентств Москвы. В Украинской Федерации Футбола в свою очередь пообещали разобраться в ситуации. Единственное наше желание, чтобы эта реакция была, чтобы она была конкретной, чтобы она была четкой, а самое важное, чтобы были соблюдены те мировые нормы, которыми мы руководствуемся в 21 веке. Учитывая, что мы все живем абсолютно под одним небом и руководствуемся одними законами мировыми, то мы рассчитываем на адекватную реакцию наших коллег. Обеспокоены такой яркой лжепрезентацией Крыма как части России украинские политологи. Они призывают Федерацию Футбола Украины, Министерство молодежи и спорта немедленно отреагировать и подать иск по поводу этого видеоматериала. Это очень грубое нарушение всех международных норм, в том числе и спортивных. Это втягивание грубой, грязной политики в спорт. Должен быть скандал, который выйдет на европейский, на международный уровень. Очевидно, что Украина должна через соответствующие институции подать сначала обращение в ФИФА, обратить внимание, что есть нарушения и потребовать их немедленного устранения. Если этого не будет сделано, подать иски в международные суды на ФИФА. Я думаю, что мы их выиграем. Я не думаю, что ФИФА заинтересованы в таком конфликте. Думаю, что они попробуют решить вопрос во внесудебном режиме. ФИФА удалила скандальный промо-ролик с официального сайта, о чем сообщил пресс-секретарь организации Дэвид Ноэми. Он прокомментировал это так, цитирую. «К сожалению, мы не обратили внимания на выбранную и использованную местным исполнителем услуг карту России. Отмечу, что в последние месяцы звучат многочисленные призывы отобрать у России право проведения крупных спортивных событий за агрессию по отношению к Украине». У арестованного российского миллиардера Евтушенкова отбирают Башнефть. Московский арбитраж удовлетворил иск Генпрокуратуры России о возврате государству акций компании. Суд признал, что серия приватизационных сделок, по которой башкирский ТЭК перешел в собственность сына экс-президента республики Урала Рахимова, прошла с нарушениями. Возвращать активы придется компания СК «Система» Владимира Евтушенкова, которая выкупила их у Рахимова. Миллиардер Владимир Евтушенков сейчас находится под домашним арестом. Ответчиками выступят его компания «Система», ее подразделение «Система Инвест», а также сама Башнефть. О том, что значит возврат Башнефти Евтушенкова в госсобственность в эксклюзивном интервью нашему телеканалу сообщил Юрий Когтев, генеральный директор консалдинговой компании «Русэнерджи». По его мнению, ключевую роль в данном случае сыграл политический контекст. Одни из наиболее крупных и наиболее привлекательных для российских компаний. Обе эти даты укладываются в диапазон с 2008 по 2012 год, когда президентом Российской Федерации был Дмитрий Анатольевич Медведев. В 2012 году он перестал быть президентом Российской Федерации. С тех пор его влияние довольно сильно снизилось. Соответственно, это дало какой-то стимул к попытке перераспределения сфер влияния среди групп, которые окружают нынешнего президента Российской Федерации. Вот этот банальный передел сфер влияния, на мой взгляд, является основным мотивом того, что произошло с АФК-системой в настоящее время. Без Башнефти ценность АФК-системы заметно снизится. Спасибо, что этот день вы проводите с нами. До встречи в 23.00. Редактор субтитров А.Семкин